Новый каток скоро откроют в микрорайоне шлюз. Сегодня на площадке заливают лед. За несколько месяцев подготовили участок, собрали и оборудовали коробку, провели освещение. Все сделали сами жители. Деньги тоже собирали, что называется, всем миром. Елена Богатырева подробнее. Вооружившись шлангом и шваброй, активисты шлюза заливают новый каток. Еще полгода назад здесь был пустырь и стоянка. Сегодня полноценная площадка для зимних видов спорта. Если погода позволит нам, снежка бы не было, вообще хорошо было бы. У нас все от погоды зависит. Какая погода, так мы и работаем. Ну, думаю, два дня, если вот такая погода будет, мы лед сделаем. Раньше эта коробка стояла на территории третьей гимназии. Когда школу закрыли на реконструкцию, общественники предложили забрать ее на шлюз. Оставалось найти деньги на перевоз и монтаж. Однако самые дорогие расходы были еще впереди. Нужно было сделать освещение. Два фонаря, по-моему, стоили по 15. Это такие мощные, которые уличные, прям для трасс, для федеральных трасс. А остальные по 4 тысячи. Ну, где-то на освещение, наверное, ушло тысяч 60. Это только на фонари. Плюс работы высотные. То есть сам монтаж, плюс протяжка кабеля, плюс сам этот силовой кабель. Деньги собирали в соцсетях. Откликнулись неравнодушные жители шлюза. За две недели почти 250 тысяч рублей. Причем помогали не только деньгами. Одни подарили строительный вагончик, другие его отремонтировали. Третьи привезли несколько камазов от Сева. На площадке работают и школьники. Мы убираем снег, чтобы потом заливали каток, чтобы было потом лучше кататься и чтобы потом играть в хоккей. Мы очень сильно признательны и поэтому помогаем. Планируют, что новая площадка будет работать и зимой, и летом. Баскетболисты приезжали, то есть говорят, а вот если бы кольца поставить, то есть вообще сделать коробку многофункциональной. То есть чтобы стоял модуль, потом в дальнейшем, то есть были раздевалки, то есть душевая, люди приехали, поиграли, то есть там в баскетбол или в хоккей, футбол. Переоделись спокойно, там помылись в душевой, то есть переоделись в чистую одежду и спокойно поехали по своим делам. Торжественное открытие катка назначено на пятницу этой недели. Общественники обещают для жителей шлюза грандиозный праздник. В перспективе здесь появится прокат коньков, но пока налет приглашают только на своих. Елена Богатрева, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.